Мемориальный сквер в Голицыно появился осенью прошлого года. В ноябре состоялось освящение часовни в честь покровителя пограничных войск преподобного Ильи Муромского. Ее возвели по инициативе родственников Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Матросова. Часовня расположена на улице Советская и относится к храму Серафима Саровского. В год столетия погранвойск в России сквер решили дополнить памятным знаком. Я не могу не выразить слова благодарности генералу армии, генерал-полковнику Олегу Владимировичу Сарамову, который сделал все для того, чтобы в нашем городе было такое место, которое красило наш город. Торжественный молебен под открытым небом совершает епископ Терпуховской роман. Он же передает в дар настоятеля часовни икону преподобного Ильи Муромского. Здоровья, успехов в службе, добрых делах, благополучия. Пусть Господь, который не спасал сегодня всем нам обетование Святаго Духа, будет днем радости и созидания, днем добра и милости Божией, потому что сегодня для каждого из нас христианина день основания и церкви. Еще один подарок от семьи генерала Матросова, икона Дмитрия Донского, покровителя воинов. В этом году юбилей погранвойск пришелся на Троицу, большое православное торжество. Уважаемые воины, уважаемые пограничники, весьма символично, что такой большой церковный праздник накануне столетия пограничных войск. Все вот в этом уголке города теперь связано и с Богом, и с погранслужбой. Рядом находится пограничный институт, где воспитываются новые защитники Отечества. В столице погранвойск, подмосковная Голицына, место уютное, тихое, с глубокими корнями и большой историей. Высшее учебное заведение здесь появилось в 1972 году. Преподавательский состав формировался из сотрудников Алма-Атинского и Московского пограничных училищ, офицеров, выпускников военных академий. На открытии памятного знака ветераны службы, преподаватели института погранвойск ФСБ России. Плечом к плечу с защитниками Отечества и местное казачество. У казаков, когда несли службу, были главные слова. В буднях ли, в праздниках ли, в работе ли, в войне ли, мы служим Господу и России. Служите, братцы, вы тоже воина Христова. Пограничников связывает не только вот эта зеленая фуражка. Пограничные войска всегда набирали людей подготовленных, во-первых, преданных своей родине, отчизне людей, смелых, готовых в любую минуту встать на государственной границе и отразить любые вражеские орды. Это великий праздник всего, не только российского народа, я бы сказал, советского народа, когда была великая страна, Союз Советских Социалистических Республик. Как прекрасно вписалась эта вот памятная часовня. И я надеюсь, то, что сегодня пройдет открытие закладного камня на будущее, это будет прекрасно и для молодежи, ну и для курсанту и для ветеранов, для наших всех ветеранов, те, которые будут с чувством гордости проходить и смотреть, даже прийти в скверике в этом посидеть с удовольствием с большим. Торжественное открытие освещения камня монумента в честь защитников Отечества стало началом праздника, приуроченного к столетию пограничных войск. Ближе к вечеру на привокзальной площади Голицына состоялся боевой расчет ветеранов границы, выступления Дениса Майданова и праздничный салют. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.